Большое спасибо, уважаемый председатель. Для меня большая честь, огромное удовольствие быть приглашенным в Москву для выступления на вашем конгрессе. Вы знаете, я уролог, это очень необычно, я имею в виду, для меня просто страшно разговаривать в этой аудитории онкологов, но я также люблю считать себя, в общем-то, онкологом, потому что я скорее занимаюсь химиотерапией, чем лучевой терапией и химиотерапией, то есть скорее хирургическим лечением. Ну и так, я из Гилфорда, Великобритания, вот это Лондон. И Гилфорд, это такой типичный английский город, недалеко от Лондона. И вот это региональный центр онкологический, обслуживающий 2 миллиона населения в Великобритании, так что четвертый самый большой в Великобритании. Я хотел бы сейчас поговорить с вами о биологии рака, собственно, мочевого пузыря, для того, чтобы установить некий контекст, в котором мы будем все это обсуждать, потому что очень интересно, как все это развивалось с годами. И в сущности, можно сказать, разделить это на три основные таких временных промежутка. В первой эре, собственно, наше понимание того, что есть рак мочевого пузыря, основывалось на том, что нам морфологи говорили, была простая система стадирования, и так существовало в течение многих лет. Это все, что мы знали о раке мочевого пузыря. И по этим исследованиям, что мы могли сказать? Похоже, что было два пути, собственно. Один путь – это, собственно, неинвазивный рак мочевого пузыря, который, казалось, был результатом, собственно, гиперплазии. А более агрессивный, инвазивный в мышечную массу рак, похоже, являлся результатом дисплазии, который, собственно, приводил к карциноме инситу и инвазивной карциноме. Это та модель, которой мы придерживались в течение многих лет. Ну, до тех пор, пока цитогенетика, в общем, примерно с 1990 года стала развиваться, и все это было, в общем-то, попыткой понять, каков же фенотип, какова гистология. Вот нам морфологи говорили об этом. Мы хотели, собственно, посмотреть, а что же происходит на самом деле на генетическом уровне при раке мочевого пузыря. И вот эти ранние цитогенетические исследования показали нам, что действительно есть два четких пути развития. То есть, конечно, не инвазивный в мышечную ткань, собственно, и это разные, собственно, разделы хромосомы 9. И, в общем-то, генетически устойчивая болезнь. Если рак мочевого пузыря, собственно, распространялся в мышечный слой, то это было нестабильное развитие рака. Посмотрите, это исследование позволило нам понять, какие же гены, собственно, отвечают за развитие рака мочевого пузыря. И это, в конце концов, привело нас к новому этапу, где появились новые тесты, ПЦР и секвенирование ДНК, и гибридизация геномная. И таким образом это позволило нам теперь работать дальше и посмотреть, какие же, собственно, результаты продуцируются этими генами, которые приводят к возникновению рака мочевого пузыря. Посмотрим на эти исследования для рака мочевого пузыря, который не инвазивный, не мышечно инвазивный. Посмотрите, соответственно, мы видим, какие именно мутации в FGFR3, PIK3C, ASTAC2. Здесь вот мутации, и кроме того, очень важные также гены, подавляющие опухоль, тумор, супрессивные гены. Они, те, которые регулируют клеточный цикл, регулируют. А теперь давайте сосредоточимся на FGFR3 гене. Он, собственно, приводит в действие пути передачи, вот киназные пути скорее, особенно ЭТК, РАСРАВ, вот этот клеточный цикл, пути регулирования этого цикла, и вызывает метагенные сигналы, которые приводят к пролиферации клеточной. FGFR3, очень важный именно на раннем этапе гиперплазия, является одним из предшественников, собственно, немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Ген РАС тоже играет очень важную роль в этом немышечно-инвазивном раке мочевого пузыря. И, собственно говоря, ЭЙРАС был первым онкогеном как раз в этой области. Кроме того, ПИК-3ЦА и СТАК-2, эти гены связаны с низким риском прогрессирования, а вот СИДИКИ КН2А, это ассоциируется с высокой скоростью прогрессирования. Когда мы говорим о мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря, генетически он нестабилен и характеризуется очень высокой степенью мутации. Большое количество изменений, количество копий. И, кроме того, инактивирующие мутации основных генов, подавляющих опухоль ТП-53, РБ-1 и ПИК-10. Ну а теперь мы переходим к тому, что является современным пониманием того, что является патогенезом развития рака мочевого пузыря. Большая часть основана на, конечно, секвенировании нового поколения. Два института, один в Китае, в Пекине, а второй в Северной Америке, действительно провели секвенирование для пациентов с раком мочевого пузыря. Вероятно, важно будет сказать, что до сих пор они посмотрели только пока пациентов с мышечно-инвазивным раком. Мы не понимаем пока генетику именно немышечно-инвазивного. И более того, что важно, мы не понимаем, что вызывает немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря. Почему он, в конце концов, прогрессирует в мышечно-инвазивный? Но абсолютно ясным является то, что почти в более чем 93% случаев он, безусловно, вовлекает ТСГ, собственно, ТП-53. Вот, в частности, вот эти гены. Вот это перечень наиболее часто встречающихся мутаций, которые были определены. Посмотрите, у четверти пациентов. ПИК-3-ЦА, 25%, почти в 20% ФГФР-3, у небольшого процента ИРББ-2. И вот вы увидите, что это играет большую роль. Также очень важно то, что авторы этой очень важной, интересной, я бы сказала, просто очень-очень критически важной, показали, что 70% опухолей на самом деле могут лечиться фармакологически. На самом деле это просто потрясающая такая новость в области рака мочевого пузыря. И, конечно, хорошо, что есть такие мишени, на которые мы можем нацеливать свои разные режимы терапии. Также интересно, говоря про ИРББ-2, помните, я говорил, в 14% случаев присутствует мутация ДНК. Одна из важных... Слайд, пожалуйста. Недавно информация появилась о том, что этот ген, а также, собственно, гены, которые отвечают за повреждения и за репарацию, они ассоциируются с чувствительностью к химиотерапии, основанной на цисплатине. И три рандомизированных клинических исследования сейчас проводятся для того, чтобы проверить, например, мышечно-инвазивный рак с мутацией по ДДР, собственно, будет ли он показывать эффект на терапию после терапии цисплатином. Посмотрите также, пожалуйста, очень большое количество мутаций, пожалуй, больше всего среди всех видов рака, особенно мышечно-инвазивный рак. Он ассоциируется с большим количеством мутаций, чем не мышечно-инвазивный. Примерно 300-302 мутации ассоциируются с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Похоже, что это все опосредовано в основном семейством апобек-ферментов, примерно в 2-3 случаев. Это ранее такое событие, и было в частности показано, что большая нагрузка мутационная ассоциируется также с улучшением общей выживаемости. И особенно сигнатура апобек, вот на нее приходится 75%, когда мы в пятилетней общей выживаемости, это, безусловно, очень хорошо. Еще один ген, также очень здесь задействован, это обратная транскриптаза теломеразы, то есть ТЕРТ. И похоже, что очень также много мутаций миссенс в этом гене ТЕРТ, собственно, почти в 73% есть, присутствуют. И это ассоциируется с более высокой нагрузкой мутационной. Чем выше эта нагрузка мутационная, чем больше изменений, вот альтерации в количестве копий, то тем лучше прогностические результаты. Так что это является независимым, собственно, предиктором общей выживаемости и канцероспецифической выживаемости. Это все очень важно, и в настоящий момент мы знаем, что чем выше мутационная нагрузка, тем больше неоантигенов. И таким образом потенциальная роль, соответственно, иммунотерапия растет, потому что они могут играть роль биомаркеров эффекта на иммунотерапию. Еще один очень важный вопрос связан, конечно, с генами ремоделирования хроматина. Они играют очень важную роль в развитии уротелиального рака, раков вообще. И почти 70% немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Вот мы теперь думаем, может быть, это раннее событие. И здесь, конечно, есть модификация гистона. И кроме того, на это ссылаются как, собственно говоря, на тех, кто вызывает, удаляет и прочитывает гистоны. И можно опять-таки здесь увидеть, может быть, терапевтическую мишень, которые пользуются ингибиторами диацетелазы гистона. В настоящий момент мы понимаем молекулярное подтипирование, субтипирование экспрессии РНК. И, конечно, есть разные классификации в разных центрах используют за то, что есть мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря. Но в основном делится на две группы. Первая – базальная и плоскоклеточная. А вторая группа – это люминальная. Остальные классификации в значительной степени пересекаются. И считается, что экспрессия гена может использоваться для различения между мышечно-инвазивным и немышечно-инвазивным раком. И сигнатуры экспрессии определенных генов также ассоциируются с прогрессированием немышечно-инвазивного в мышечно-инвазивный. В настоящий момент очень важный вопрос. Вот плоскоклеточный рак, собственно говоря, его характеристики ассоциируются с поздней стадией заболевания, с метастазированием, высокий уровень фильтрации иммунной, экспрессия ПДЛ-1, высокая экспрессия ИГФР может быть более чувствительной. Таким образом, мы можем подумать о роли ингибиторов ИГФР. А когда мы говорим о люминальном подтипе, здесь, пожалуй, больше популярных характеристик, лучше общая выживаемость. Часто мутации ГФР-3 предполагают, что можно прогрессирование, вероятно, это означает прогрессирование из немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря в мышечно-инвазивный. И еще раз, очень интересно, в одной из классификаций указывается П-53. Вот этот подтип, он ассоциируется с более высокой частотой возникновения резистентности к новой неоадьювантной химиотерапии. Одна из проблем, которую, в конце концов, мы здесь можем встретить, а можно ли пользоваться всем этим как предиктивными биомаркерами? Одна из проблем заключается в том, что все эти моменты меняются во времени. Эти подтипы. И, кроме того, у одного и того же пациента мы можем видеть, вообще-то говоря, гетерогенность у опухоли. И, кроме того, очень важно, что все эти подтипы, основанные на экспрессии РНК, они могут иметь разную корреляцию с реальными геномными альтерациями. Однако, посмотрите, это предлагаемая модель. Она основана на люминальном и плоскоклеточном подтипах. И в настоящее время уже предлагают такую вот идею. Можно нацелиться и терапию такую разработать, которая на эти подтипы будет именно действовать, когда мы говорим о слайде, пожалуйста, слайде. У ротелиальном раке. Но все это приводит меня ко второй части моего выступления, а именно диагностика рака мочевого пузыря. Я буду говорить в основном о мышечно-инвазивном раке и о роли, собственно, молекулярных биомаркеров. Извините, у меня что-то со слайдами происходит какая-то. Ну вот проблема с биомаркерами выглядит следующим образом. Все это коммерческие биомаркеры NMP22, Eurovision, CS Blood Monitor и так далее. Они работают в разных путях этих путей передачи генового фенотипов. И все они пытаются заметить те изменения, которые, на их взгляд, ассоциируются с возникновением рака. И вы знаете, что очень трудно выделить какую-то одну характеристику, которая постоянно будет помогать устанавливать правильный диагноз рака мочевого пузыря. Обратите внимание, рекомендации Европейского общества 2017 года показывают, что цитология мочи очень специфична. Но в настоящий момент ни один из этих методов пока не рекомендуется как единственно возможный. Я говорил о метилировании ДНК. Это очень важный такой биомаркер рака эпигенетический. И это то, чем можно пользоваться. Это можно взять и определить по моче. Ранние тесты, по причинам, которые я только что упомянул, не очень точны, потому что тогда мы смотрим лишь очень небольшое количество. А вот секвенирование нового поколения позволило нам посмотреть большие панели собственного маркера. Например, у нас в Великобритании есть так называемый Euromark Assay. Здесь 150 разных участков. Можно, собственно, на них настраиваться и смотреть сигнатуры на рак мочевого пузыря. Вот это очень важно, потому что роль маркеров опухоли при раке мочевого пузыря, скорее всего, уже не будет, знаете ли, как часть вот этой гибкой цистоскопии. Вот это, потому что второй этот метод гораздо лучше. Вот эта гибкая цистоскопия, она уже так, этот метод так хорош, что надо придумать что-то такое, что будет не хуже, а скорее лучше. И поэтому, соответственно, мы хотим, чтобы этот тест мочи имел чувствительность больше, чем 95. Для того, чтобы заменить вот этот метод гибкой цистоскопии, он должен иметь чувствительность выше 95%. И таким образом при этом нужно иметь возможность посмотреть, собственно, большое количество вот этих параметров. Ну и вообще говоря, надежда есть на это, но в ближайшие 5-10 лет, может быть, мы в конце концов найдем какие-то биомаркеры, которые в конечном счете позволят нам заменить, может быть, эту гибкую цистоскопию. Ну и это приводит меня, собственно, к концу моего выступления. То есть новые направления в диагностике конкретного мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. И в этой области МРТ, похоже, играет следующим таким новым методом, что называется. И проблемы в стадировании рака мочевого пузыря связаны с тем, что мышечно-инвазивный рак мы диагностируем ТЮРБТ. И мы знаем, что проблемы всегда здесь есть. Недостаточная стадия указывается и так далее. Это может привести к очень большой задержке в начале терапии. Но есть некоторые другие типы опухолей, которые диагностируются без ткани. Например, почечно-клеточный рак. И тут как раз можно и радиологический диагноз проводить. Когда мы смотрим на роль МРТ при стадировании рака мочевого пузыря, запомните, что есть разные стадии, собственно, сканирования МРТ. Некоторые из них дают нам возможность получить подробно уротели и ламинопроприя. И, конечно, это Т2В и все остальные. Некоторые из них дают лучшее представление об анатомии, например. И какие-то части этого скана МРТ дают вам возможность увидеть уротели очень четко и очень заметно отличающимся от мышц мышечной ткани. То есть вы видите, то изображение тоже. Но на втором, и это вот папиллярная опухоль без инвазии в мышечную ткань. А вот это очень важная работа. Пан Эбиянко в European Urology в этом году. В этой работе предлагается также система стадирования с помощью МРТ рака мочевого пузыря, очень похожая на PIRATS, система для рака предстательной железы. И, похоже, мы увидим, что все больше и больше МРТ будет использоваться при диагностике особенно мышечно-инвазивного рака. А это исследование, в котором я принимаю участие в Великобритании. Мы, собственно, хотим полностью пересмотреть то, как мы подходим к лечению мышечно-инвазивного рака. Мы пытаемся подойти так. Если мы будем лечить без, например, TWT, это группа пациентов, если опухоль представляется инвазивной, тогда они рандомизируются на просто МРТ. И если МРТ подтверждает, что это, да, мышечно-инвазивный, тогда уже нам не нужно пользоваться дополнительными методами, переходим просто к лечению. Мне кажется, это очень интересное изменение. Это исследование, которое дает нам возможность. Мы можем сэкономить время, можем полностью, собственно говоря, из алгоритма диагностики убрать некоторые тесты, которые уже не нужны. ПЭТ-КТ, несколько слов. И вы знаете, что, конечно, ФФДГ выделяется с мочой. И, кроме того, это полезно для оценки, конечно, только метастазов. И на прошлую неделю многодисциплинарная встреча по уротериальному раку проводилась. Как вы знаете, конечно, была встреча консенсусная. И действительно, потому что не было такой, в общем-то, значимого раньше участия в стадировании рутинном по поводу мышечно-инвазивного рака. А теперь очень полезно, когда есть результаты, которые показывают. Вот с помощью визуализации мы можем получить до начала терапии эти результаты. Один метастаз, например, для того, чтобы исключить все остальные метастазы до хирургии. Или стереотоксическая, например, радиохирургия может проводиться. То есть все эти вещи, безусловно, будут уже теперь все больше и больше использоваться. Я хотела бы завершить свое выступление, уважаемые коллеги, сказав, что лучшее понимание молекулярной морфологии рака мочевого пузыря привезет к молекулярному стадированию. И этим мы можем заменить гистологию. И лучше будут модели прогностические, лучше мы будем предсказывать результаты терапии и, соответственно, делать отбор. И молекулярные терапевтические мишени у нас появятся. И особенно, вот действительно, МРТ с динамическим контрастным усилением очень полезно для стадирования. Это все сделает, что тур БТ перестанет использоваться. Спасибо огромное. Спасибо председателям. Спасибо аудитории.